в отличие от предыдущих случаев буду делать доклад на доске academic style значит ну речь пойдет о непараметрической статистике но слово непараметрической есть отрицание я всегда говорю невозможно говорить о непараметрической статистике если ты не понимаешь что такое параметрическая вот поэтому как ни крути мне придется очень коротко повторить что такое параметрическая статистика А потом я попробую от нее пойти в разные стороны и объяснить, куда можно двигаться. Значит, ну, что такое? Значит, я не прошу прощения, а совершенно сознательно буду писать, говорить по-русски, а писать по-английски. Значит, параметрик модулинг. Значит, что это такое? Значит, ну, вот у нас есть данные, которые мы будем означать буквой Y. Это наша доступная информация. Значит, мы предполагаем, что данные случайны. И это означает, что данные распределены с какой-то меры. Я ничего не говорю про вероятностный пространство. Ну, Y в простейшем случае это вектор, и меры заданы на пространстве векторов. Это его истинное распределение, которое нам неизвестно, и которое мы, в принципе, по данным хотели бы восстановить. Это типичная статистическая задача. Значит, теперь вступает в силу параметрический подход, или параметрикоссампшен, который говорит следующее. Мы P не знаем, но зато мы знаем семейство. Мы это семейство обозначаем вот таким образом, Pθ. Значит, это семейство мер, которые индексированы параметром θ. То есть, если θ задано, то мы знаем и меру. И этот параметр пробегает по некоторому подможенству пространства RP. То есть, параметр конечный мер. Вот это параметрическое предположение. И, значит, восстановление P эквивалентно восстановлению парамекры T. Значит, как параметрическая наука предлагает эту задачу решать? То есть, это то, что называется метод максимум правдоподобия. MLE, максимум likelihood estimation, говорит следующее. Пусть у нас эти меры доминируются мерой μ. И вот буковка L Y θ, которую мы коротко будем писать L θ, это по определению просто логарифм отношения правдоподобия. Что значит, что мера доминируется мерой μ? Что вот это существует. А, вот это? Вот это определение. Более-не-менее, одна мера. Если мера, померим μ событий мера 0, то она мера 0 по всем остальным. Это случайный объект. И это, грубо говоря, имеет интерпретацию, если бы мера θ была правильной, это вероятность по этой мере наблюдать то, что мы наблюдаем. И максимум likelihood, он предлагает оценивать θ с волной. Это оценка, которую мы сделаем. Это решение оптимизационной задачи, которая в точности максимизирует вот эту функцию L от θ. То есть мы свалились в оптимизационную задачу благополучно. И мы хотим оптимизировать вот этот объект. Единственная разница, что он случайный. Он зависит от данных y. Я потом пару примеров проведу, как это типично выглядит, лог-лог-лог-лог. В общем, метод максимум правоподобия максимизирует этот объект L от θ. Главная проблема в этом подходе состоит в следующем. Вот здесь она. Это параметрическое предположение. Вот до сюда. Это его суть, и это его главный дробок. То есть в случае... То есть типично то, что я всегда говорю. И W. Большинство людей уже знают, что это означает параметрическое предположение из пробоблеронг. Скорее всего, не специфицировано. И в таком случае, тем не менее, этот метод содержателем. И вот то, что я называю modern parametric, это описание того, что этот метод позволяет получить. Если... Значит... Если P, значит это P к метрам. И значит... Первый вопрос. Что же мы оцениваем в этом случае? Тет со звездой не определено. Тет со звездой это истинный параметр. Что такое истинный параметр? Оказывается, что есть естественный аналог истинного параметра. Это точка максимума мат-ожидания. Отеля тета. И оказывается, что тета с волной хорошая оценка параметра тета со звездой во всех случаях. И тогда в этом случае этот метод называется квази-максимум лайклихуд, поскольку лайклихуд не есть больше лайклихуд, если предположение неверное. И тогда этот метод оценивает этот параметр все равно. И сутью за кадром является некоторый закон больших чисел, который говорит, что мат-ожидание лайклихуда более-менее близко к его эмпирической части. Значит, во всей этой науке всю параметрическую науку можно написать в две строчки. То есть ту часть, которая нас интересует. И основные результаты, которые мы формулируем в этой науке, это вот такие два результата. Я их называю Fischer and Wilkes Expansion. Что это такое? Фишер описывает разницу тета с волной минус тета со звездой, а Wilkes описывает разницу соответствующих лайклихудов. То есть это качество оценивания, а это разница между L от тета с волной. Это совершенно очевидно, что это не что иное, как максимум L от тета. То есть мы предполагаем, что эта точка максимум достигается пусть для простоты в единственной точке. То есть мой доклад очень неформальный и специально сделан неформальный, поэтому я все эти специальные проблемы избегаю. Значит, вот мы рассматриваем разницу между лайклихудом в максимизированном и в истинной точке. Вот. И какие результаты? Значит, что формулировать результат, мне нужна всего лишь одна матрица, которая, я буду 0 описать, D квадрат, это такой прокси, можно понимать ее как Full Fisher Information Matrix. Она имеет размерность P на P и определена таким образом, D квадрат, это по определению минус Хестин от мат ожидания L от тета в точке максимума. То есть люди, которые занимаются гладкой оптимизацией, сразу скажут, что это ровно то, что нужно, чтобы все градиентные методы хорошо сходились. Значит, вот эта матрица, естественно, предполагается положительной, и тогда, если она хорошо обусловлена, то можно сформулировать два таких результата. Вот эта теорема. Значит, первый результат про Фишера звучит вот таким образом. D умножить D это корень из D квадрат, это с лунулими с тетей со звездой. Это тета у нас вектор, D это матрица. Значит, L2 норма этого вектора, минус вектор кси, я объясню, что это такое, меньше или равно такой вот ромбик от х. И это Фишер разложение, а вилкс разложение пишется вот так. L от теты с волной минус L от теты со звездой минус кси квадрат пополам это меньше или равно ну тут будет некий множитель Q плюс x умножить на тот же самый ромбик. Ромбик от х. Значит, что здесь что? Мне осталось определить. Значит, кси это то, что называется нормалайз скор по определению. Это D0 а D нету нуля. D минус первый градиент от лайклихуда выстрелы точки. То, что называется скор. Q это энтропия параметрического умножства. Q энтропия. Ну, и осталось определить, что такое х. Да, вот этот х. Значит, это случайный объект, это случайный объект, это нерависти верны с пармобилоти с пармобилоти 1 минус константа на е в степени минус х. Значит, если х логарифмический, а согласно Неверовскому про логарифму мы не заботимся, то более-менее с вероятностью единичка это выполнено. параметрическое, вот это. Нет, метрическая энтропия. Шариков, более-менее метрическая энтропия шарика, шарика, шарика в параметрическом пространстве. Вот два результата, почему они хорошие и, значит, что эти результаты говорят. Значит, вот этот вектор кси в классической асимптотической науке остается всего один шаг. Посмотрите сюда. Вот это некая сумма обычно случайных величин. тип экзампл чтобы проиллюстрировать, как это все работает. Значит, случай iid случай l от θ это сумма l y это likelyhood от одного наблюдения. Значит, у нас есть n случайных величин y iid iid l это лог плотности. Значит, у нас есть l от θ если мы захотим взять ингредиент, мы его напишем вот сюда. Все у нас дифференцируемо. И d квадрат в хорошем случае равен variance или же в среднем случае он одного порядка. Это зависит от той ситуации, когда мы рассматриваем. В регулярном случае без ми-спецификации тут равенство. В других случаях это одного порядка. И у нас что получается? Вот этот вектор это сумма случайных векторов правильно нормированная корнем и дисперсия. Это асимптотически нормально, и мы из этой теоремы получаем асимптотическую нормальность оценки максимум правдоподобия и хи-квадрат распределения для так называемой статистики тест-статистики likelihood ratio тест-статистики. То есть все классические результаты теории вероятности выводятся из этих двух разложений и свойств векторов си. В каком-то смысле большой кусок параметрической теории этой теории покрывается. Очень большой. Более-не-менее все, что нужно. Теперь следующий вопрос такой. Хорошо, разобрались мы с параметрической статистикой, куда теперь дальше двигаться. и вот теперь какие здесь есть проблемы. На самом деле проблема только одна и состоит она в том, что я уже написал то есть какое бы ни брали параметрическое предположение, оно скорее всего неверное и дальше возникает вопрос а как жить дальше. Значит вот у нас есть параметрическое еще раз параметрическое моделирование и куда мы отсюда можем двигаться. Я бы мог обозначить очень схематично. Это еще раз говорю, это моя точка зрения. Одно направление называется local parametric. Другое направление вот сюда будет называться у нас сим. И тут вот рядом к симам будет penalized. ну и вот тут посередине еще можно вставить семипараметрик. Вот четыре направления. Ну значит я очень коротко расскажу вот про это а про это вообще ничего не будут говорить а про это расскажу чуть-чуть подробнее. Итак значит что такое local parametric это на самом деле очень интересная область я и сам занимался лет 15 и какой-то мне сказалось что я там все понимаю а сейчас я в принципе готов ее полностью переосмыслить но в общем жду пока руки дойдут может дойдут. Что такое local parametric ну опять представим себе такой вот regression я объясню на примере example у нас будет regression вот обычная регрессионная модель самая простая f не параметрическая функция то есть у нее нет параметрического описания теперь что мы говорим то есть p a в этой модели бы означало что наша функция f имеет параметрическое описание f theta вот ну это может быть слишком строгое предположение тогда что мы можем сказать lp local parameter assumption означает следующее пусть у нас некоторая точка x0 fixed и то что мы предполагаем что f от x примерно равно f theta от x любого x из окрестности точки x0 то есть мы рассматриваем вот это параметрическое описание но не для всех данных а только для тех точек x которые находятся рядом с какой-то фиксированной точкой x0 тогда тогда смотрите что происходит вот вот у нас была раньше оценка theta с волной она писалась так это было argmax под это сумма l ну я напишу квадратичное минус 1 вторая y и минус f это x и в квадрате вот это то что было бы у нас оценка максимум правдоподобие теперь как мы эту оценку локализуем очень просто просто тут дописываются веса w и t от x0 где w и от x равно ну обычно берется некоторое ядро а тут пишется x и минус x0 делить на bandwidth h то есть мы ядром локализуем вот этими весами сужаем likelyhood только на те точки которые находятся рядом с точкой x0 а дальше смотрите то что здесь написано это опять какой-то likelyhood мы его оптимизируем и дальше мы можем для этого likelyhood который локального likelyhood применять всю ту же самую теорию только она будет применяться не к точке не не к всему параметру а параметру соответствующему точке x0 вот это идея локализации и опять мы видим что в виде локализующей веса мы опять сводим задачу к параметрической то есть если мы умеем делать что-то в параметрической модели то мы умеем делать что-то и в модели в модели локально параметрической теперь теперь что такое SIF параметр ну вот я больше про это ничего говорить не буду поэтому я это благополучно все стираю теперь мы пару слов по поводу что такое SIF параметр это на самом деле очень интересная конструкция предполагается следующее значит у нас вот множество тета оно будет большое LATCH SIF окей может быть бесконечно мерное но то что мы предполагаем что есть вот такая вложенная последовательность 5,3,1 6,2 5,3,2 вот это последовательность иногда называют SIF вот и и то что мы делаем мы говорим что мы рассматриваем нашу параметрическую оценку на каждом из этих подножств то есть мы определяем для каждого M мы определяем тета с волной M аргм аргмагс тета принадлежащего вот этому множеству тета M а тут стоит один и тот же likelihood то есть на самом деле в этой конструкции мы оцениваем параметр при ограничении что он служит для какого подножства то есть типичный пример силы если мы рассматриваем проекционные оценки разложения в ряд в любой ряд фурье или вейвлеты или кусочные полиномы и так далее мы рассматриваем какую-то аппроксимацию конечно мерную и рассматриваем решение в классе в классе вот этих функций принадлежащих этому классу что мы при этом оцениваем согласно нашей науке нашим объектом оценивания является вот такой объект который то что называется проекция то есть мы оцениваем проекцию нашего истинного параметра на подмножество ттм то есть если ттм соответствует сплайном или вейвлетом то мы рассматриваем проекцию которая соответствует размерности вот этого параметрического множества за что купил за то продал купил купил дешево продал даром вот да значит возникает теперь вопрос за кадром за кадром у нас есть вот такая штучка теперь появилась новая которой раньше не было вот такая тета со звездой это аргмакс по тета по всему множеству вот это то что действительно можно считать правдой да вот и тогда теперь основной вопрос стоит следующий вот этим методом мы оцениваем а мы оценим вот это или нет теперь нас интересует не как хорошо мы оцениваем вот этот объект а как мы хорошо оцениваем вот этот объект и разница между этим объектом тета со звездой m и тета со звездой это то что называется bias или modeling bias и вот основная задача не параметрики это как побороть этот modeling bias ну я бы не сказал что это задача аппроксимации это в общем нет ну сила нам задана мета аппроксимации нам задана мы из этого исходим а речь состоит только в том как бороться с bias то есть вот в этой задаче мы все знаем вот здесь в частности что нам говорит Wilkes значит у нас есть вот такая l тета с волной m вот эта штука приблизительно равна cm квадрате пополам а вот эта штука х квадрат с числом степеней свободы соответствующих размерностей то есть в принципе вот это вот это то что называется variance обычно или стокастическая часть стокастическая часть оценки но здесь bias нету тут мы рассматриваем грубо говоря расстояние между оценкой и проекцией ну здесь фактически bias и нет и это видно вот здесь вот в этом месте вот это распределение ни от чего не зависит здесь действительно model free вот эта часть ну а теперь возникает вопрос а как же работать с bias значит вот это мы не знаем вот это вот это то что у нас в руках а это у нас нет потому что это точки мы не знаем так же как это со звездой вот возникает вопрос как жизнь вот это первое первое что я хотел обсудить сегодня как как с этим жить может быть и последнее смотря как дело пойдет значит а кто знает что такое elbow elbow approach слышал кто-нибудь что не надо нам почему ну вот сейчас я объясню все к тому идет мы очень рядом значит elbow на расстоянии локти или ближе ну значит значит что что делают практики в этой ситуации объясняю что делают практики значит а практики они вообще не дураки это очень полезно иногда иногда посмотреть что же они делают значит вот теперь ну первое что приходит в голову вот у нас есть сих давайте посмотрим вот это вот мы действительно можем посчитать вот эту вот штуку мы можем посчитать для любого м это то что нам дано раз мы можем посчитать то можем и отфлотировать да вот тут стоит м а тут будет стоять вот это вот или отт ну я нарисую со знаком минус потому что это это нечто что ассоциируется с эмпирическим риском поэтому я напишу эмпирический риск это минус лайкли ход поэтому я минус напишу вот кто 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 когда имеет какой-то идеи как это выглядит обычно типичный шейп вот это если мы это платируем как функцию от м ну вот нет вот то есть я такой да еще раз как нет вот вот логарифм максимизируем по м и для разных м как это будет выглядеть убывать должны у вас золотые слова вот вот на самом деле выглядит она обычно вот так не просто убывать а линейно вот ну более не менее плюс-минус стахастическая фруктуация и вот это называется Элбоу похоже на Эл вот так типичный и что делают практики так вот что делают практики практики ищут локоть вот точка перегиба и говорит что это правильный модель да до этого был быстрый быстрое улучшение потом ну значит я расскажу так сказать попробую раскрыть мистику то есть явно мистика за этим стоит я так сказать ее попробую рассказать и объяснить зачем нужна параметрическая наука для всего этого ну вот давайте сделаем анатомию возьмем L от t с волной m ну вот вот это мы не знаем но можем вычесть и отнять прибавить до отнятия прибавить ну а дальше уже дальше что надо делать понеслась да вычтем от ожидания ну а с этим объектом мы тоже работать не умеем вот этот объект мы напишем как от ожидания L с тета с звездой M минус ну это было давайте просто плюс мат ожидания L с тета с звездой минус мат ожидания L с тета с звездой да вот такое такое анатомию я сделала этого разложения теперь смотрите вот эта штука называется variance вот эту штучку я буду просто игнорировать это центрированная случайная величина она маленькая а вот это что такое кто мне скажет нет не это ну я я вас обманул а вы меня не поправили вот так это рисуется вот теперь правильно а там было неправильно то есть не следите итак значит вот это меня не интересует это константа от M не зависит меня интересует поведение как функция от M а вот это что такое чушь собачья так что это такое значит есть люди знакомые так вот значит вот то что тут написано значит вспомним что мат ожидания это мат ожидания поистинной мере значит мат ожидания L тета со звездой минус мат ожидания L тета со звездой M для людей занимающих теорией информации должно быть известно что такое пульмак P со звездой P со звездой P P T T со звездой T со звездой это то что называется squared bias или модулин bias значит то что мы получили вот эта штука называется вот смотрите вот это 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 негатив bias негатив bias негатив bias насколько он со знаком минус стоит а это variance вот если брать обычные статистические выкладки вот что такое оптимальное решение значит Oracle или optimal choice Oracle choice обычно он делается M со звездой определяется как точка минимизации риска по параметру M а этот риск определяется можно определить Zierens плюс M bias и то и другое зависит от M то есть то что у нас происходит происходит следующее мы хотим минимизировать риск который складывается из двух компонентов один из них variance это сколько мы платим за оценение внутри модели обычно это чем больше модель тем больше мы платим внутри модели и bias который уменьшается когда M растет то есть вот эта штука вот этот bias если M растет он уменьшается зато этот увеличивается то есть риск если мы R от M отплатируем то он выглядит вот так обычно ну на самом деле не так а вот так линейно и если посмотреть на эту функцию на самом деле она такая повернутая немножко это да так вот в чем в чем суть проблемы почему почему нельзя самое наивное что можно было предположить определить M шапкой как admin argmax в данном случае пусть будет admin от минус L от это свал M вот так не работает потому что эти две почему потому что мы хотим bias плюс variance а в этом конструкции к сожалению стоит bias минус variance если мы обратим знак вот и поэтому то что предлагается эта идея известна как unbiased risk estimation penalized model selection или cross validation generalized cross validation масса дописывается плюс Pn M нужно добавить некоторые penalty и из этого разложения правильный penalty можно определить следующим образом Pn M это это два раза мы от ожидания минус 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 почему почему два раза смотри здесь она стоит если мы в знак обратим это будет стоять с минусом она надо с плюсом поэтому надо два раза взять то есть тем самым если мы так определили то в среднем мы от ожидания вот этого объекта если мы вот это умеем считать а мы претендуем на то что мы это умеем считать поскольку это так сказать variance который более-менее model free то мы можем эту штуку два раза добавить и тогда в среднем вот этот объект который здесь написан его можно назвать r-tilt от m можно сказать что мы от ожидания r-tilt от m здесь риск сам по себе и поэтому минимизация этого объекта есть минимизация примерно минимизация риска но это это то что делают люди много лет но оказывается что это работает и часто работает но часто и работает плохо по разным причинам и тут есть огромное поле для исследования и сейчас я ну главной причиной что вот равенства мат ожидания недостаточно это слишком слабые условия если мы хотим какие-то значимые статистические выводы вот это вот основная проблема и я хочу пару слов сказать почему эта проблема и как с ней бороться может быть расскажу да значит теперь вернемся к лбову то есть я анатомию сделал вот анатомия она простая все в одну строчку анатомия анатомия эмпирического риска а теперь посмотрим на нее еще раз итак забыли вот про эту штуку а посмотрим вот на это вот L от T с волной M как функция от M значит вот типичное поведение вот такое а дальше линейное почему что здесь происходит смотрите вот это вот линейное поведение оно пришло от Верит с Веренс себя с размерностью модели ведет линей то есть если мы нарисуем от ожидания Веренс то она это конечно не точно прямая но так то есть Веренс в мат ожидания себя ведет вот так да значит Байес то есть это не Веренс а минус Веренс то есть Веренс растет минус Веренс и бывает Байес наоборот он здесь большой когда M увеличил он в какой-то момент становится маленький так все ведет более-менее тут стремится к нулю вот и то что мы наблюдаем это вот вот такая картина это просто сумма их сумма этих двух объектов вот и то что нас интересует это грубо говоря место где 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 вклад этих двух компонентов становится более-менее одинаковым но это можно как по-другому проинтерпретировать вот это вот линейное поведение оно вот здесь нарушается тем что Байес становится значимым по сравнению с Веренс то есть другая интерпретация этой точки состоит в том что мы облюдаем некий момент change point вот эта точка есть change point вот этого линейного поведения то есть на самом деле мы вот идем отсюда собственно говоря это идея метода Лепского который опять минуточек упомянул то есть мы идем вот сюда и смотрим вот здесь на этой части у нас есть линейная гипотеза которая состоит в том что вот эти вот разности себя ведут линейно по размерности более не менее с точностью алгоритмов которые мы игнорируем нам разрешили вот мы свободны да значит так вот вот есть некое линейное поведение а когда он нарушает это означает что появился Байес который значим по сравнению с Веренс то есть в каком-то смысле задача стоит в том чтобы понять где нарушается линейное поведение оптимизированного эмпирического риска то есть в каком-то смысле это задача обнаружения разгладки в приложении к модуру селекшен вот ну и как по-хорошему эту задачу решать то есть на самом деле основная проблема стоит в том что вот этот эмпирический риск он неоднороден его точное то есть это не сигнал плюс шум эмпирический риск если мы будем строить доверительные интервалы вот то они чем дальше мы залезаем то Веренс растет вместе с мат-ожиданием то есть доверительные полосы растут то есть если мы будем строить доверительные полосы то они выглядят вот так расширяющиеся вокруг этого и задача обнаружения разгладки в этой ситуации для неоднородного процесса она довольно технически сложная и на этом и это основная причина почему вот этот анбайс риск несмещенная оценка риска часто работает неустойчиво ровно к тому что вот эти вот не хватает значимости равенства мат-ожидания не хватает нужны очень строгие дополнительные условия вот и значит таким образом значит то то направление в котором я собираюсь сейчас двигаться оно связано с тем что построение доверительных confidence bands for control risk l-teta свободы то есть задача состоит в том чтобы построить доверительные полосы в которых который вот этот риск сидит и глядя на эти доверительные полосы мы можем отличить когда произойдет значимое отклонение от гипотезы линейности вот это то что предлагается делать ну вот я уже рассказывал своим студентам у меня вышла статья мы ее написали английский потом перевели на русский и там назывались доверительные полосы потом перевели опять на английский Там она уже называлась Confidence Belt. И мы решили использовать для этого третья операция перевода доверительная удавка. Значит, мы стараемся доверить на удавку для эмпирического риска. И вот, значит, удавить этот риск на корню. Это метод. И, значит, в то направлении, как эти строить, значит, на самом деле, опять же, теперь представим себе, что мы практики или инженер. Как бы мы построили доверительные полосы аккуратно. Ну, допустим, у меня есть много, есть агрегаты, я на нем могу гонять данные. Ну, я прогонял бы их там тысяч десять раз. И посмотрел бы, как они себя ведут. Я построил бы не одну выборку. Вот у меня одна выборка, вот другая выборка, третья, четвертая. Я бы их все вместе положил бы и построил бы по ним доверительную полосу. То есть, если у меня есть возможность регенерировать данные, то я по ним хорошо и точно построю аккуратные доверительные интервалы, доверительные полосы. Вот. И то, что предлагается для построения этих интервалов, это так называемый resampling или bootstrap. Значит, это одна вещь, другой подход, который сейчас очень популярен. Ну, это так называемый pack или base engine. Что совсем другая процедура, но по сути нечто родственное с точки зрения теоретического анализа. То есть, речь идет о том, чтобы использовать какие-то дополнительные данные для того, чтобы понять, какова значимость наших выводов. Не просто точку указать, а понять, какова ее значимость. Вот это вот сейчас центральное направление статистики. Сейчас упор перешел с построения оценок на задачи определения значимости статистических выводов. И тут есть некоторый конфликт. То есть, адаптивные методы известны, что они не могут быть значимыми. То есть, нельзя построить доверительное множество для адаптивной оценки. Поэтому тут есть некоторый конфликт интересов. Ну, вот я склоняюсь в последнее время к тому, чтобы центр тяжести перенести на значимость. Я вот буквально пару слов скажу о том, как делается Bootstrap в таких задачах. Поскольку это одно из направлений исследований, которым я сейчас активно занимаюсь. Этот метод называется Multiplyer Bootstrap. В общем, который в каком смысле родственник Bootstrap, оригинальному Bootstrap Эфрона чуть-чуть модифицирован. Значит, предположим, что у нас модель с независимыми наблюдениями. То есть, опять independent observation, то есть у это вектор. Ну, пусть даже iid. Тогда наш l от θ, l, y θ, это сумма маргинальных likelihood. Из-за каждого наблюдения свой likely ход, лог плотности в точке θ. Вот это наш объект. Теперь мы хотим для этого... Для этого объекта можно построить одну оценку. У нас один набор занок, одна оценка. Это с волной, которая есть на max. Или от θ, и есть ее max. Это все. Это один вектор, это одно число. Больше ничего у нас нет. Что? Спасибо. Очень ценно и замечательно. Теперь. А мы хотим много. Как из одного сделать много? Вот один простой метод состоит в том, чтобы... Значит, как идея. Значит, мы вот этот вот вектор y, к нашему наблюдению, мы его замораживаем. Мы его считаем фикс. Ну, в первом смысле детерминистик. С этим мы больше не играем. Мы полностью забываем про вероятностную природу наших данных. Полностью. Вообще ее больше не существует. Это просто некоторый набор точек набросанных. И строим другой объект, который я буду написать с кружочком. R большой с кружочком. От θ я определяю следующим образом. Ну, сначала я, то есть идея, сначала написать тот же самый объект, что был. А теперь, что я делаю. Я к нему приписываю веса. W. Это случайные веса, которые мы отдельно генерируем. То есть то, что мы делаем, мы генерируем случайные веса. Много случайных весов. Мы от ожидания W. Мы требуем, чтобы была единичка. И еще хотим, чтобы variance W это для технического простоты тоже единичка. То есть простой пример W это просто экспоненциальное распределение с параметром единички. То есть мы генерируем много-много-много весов. Ну, это likelihood. Да, желательно с положительными весами взвешивать. Вот. Вот описан новый объект. И теперь мы рассматриваем этот объект случайный. Но он случайный по совсем другой мере. То есть мера P к этому объекту никакого отношения не имеет. То есть теперь вводим меру P с кружочком. Это распределение L с кружочком. Да. От тета по всем тета. Совместное распределение. То есть это при каждом наборе весов случайно. Это функция от тета. Которая случайно только за счет вот этих весов. Вот. Ну, это и есть лекообъект. Мы для него можем построить вот такой агрегат тета с волной, с кружочком. От тета. Это и есть argmax. Вот это. И с кружочком от тета. Ну, а чем хороша эта мера? Кроме того, что ее легко генерировать, она полностью известна. Или не так просто описать. Но это на самом деле просто микша, смесь экспоненциальных распределений с весами вот этими, с этими весами. Просто смесь экспоненциальных распределений. Правильно? Вот это случайно, это не случайно. Ведь все наоборот. Раньше это было случайно, это не случайно. А теперь это детерминированно, это случайно. И эти распределения полностью известны. А все известно. Мы можем построить такую оценку. А теперь вопрос. Что эта оценка оценивает? Согласно науке, она оценивает вот такой объект. Тета со звездой с кружочком. Это argmax. Мат ожидания по кружочной мере. То есть L с кружочком от тета. А что такое мат ожидания этого объекта по кружочной мере? Вот это мат ожидания единичка, это просто likelihood. Вот эта штука, тождественная, равна просто L от тета. Если мы это максимизируем, то теперь это детерминированный объект, это в точности тета с волной. То есть в этом бутстрепском мире истинное значение тоже известно. Это то, что в реальном мире это оценка, в бутстрепском мире, это истинное значение. И так мы делаем много раз. Что хорошо в этой модели? Мы знаем, что мы оцениваем, и знаем значение оценок для разных реализаций, вот этих бутстрепских реализаций. И в принципе мы можем построить много-много реализаций, и по ним понимать, какие должны быть доверительные полосы. Ну в частности, если мы хотим построить доверительный интервал, вот простейшая конструкция доверительного интервала для параметра тета. Likelihood – это множество векторов. L тета меньше или равно z. Значит, вот это то, что называется доверительный интервал, confidence interval по параметру тета. Значит, если мы это делаем в реальном мире, то мы не знаем, как выбрать z. То есть мы хотели бы выбрать z таким образом, чтобы по истинной мере вероятность того, что этот доверительный интервал покрывает истинное значение, была бы как минимум единица минус альфа. Вот типичная конструкция. Значит, вот это мы не можем сделать, поскольку мы не знаем распределение вот этого. Истинная мера нам неизвестна. А теперь что предлагается в этой конструкции? Мы все то же самое делаем в быстреповском мире. Мы говорим, вот построим вот такой интервал. и от z. Это истинная точка? Нет. И теперь мы найдем, теперь мы можем найти. z альфа такое, что вот это вероятность того, что это с волной истинное значение покрывается этим доверительным интервалом в точности равно единице минус альфа. Вот это мы можем сделать, поскольку нам все дано. И вот идея Ботцрепа состоит в том, чтобы сказать, что вот этот z, который здесь есть, вот этот z альфа, он и есть хорошее число. Правильно. И тут возникает некоторая мистика. Итак, у нас есть две меры. Одна мера истинная, мера P, которая соответствует или от этого. И у нас есть другая мера P с кружочком, которая соответствует вот этому, или с кружочком от этого. В одном случае данные случайные и зависят от неизвестной меры. В этом случае данные тоже случайные, но они определяются в процессе генерации экспоненциальных датчиков. Из какой балды эти две меры должны быть близки друг к другу. Так вот, та параметрическая теория, теорема Фишера и Вилтса, которую я упомянул, они позволяют показать, что вот эти выводы, основанные на Ботцреповской мере, действительно можно переносить на реальный мир при определенных ограничениях. И в частности позволяют строить, таким же образом можно строить не только доверительный интервал, но и доверительные полосы в задаче выбора модели и так далее. То есть вот эта вот идея состоит, более-менее откуда она все это идет, что вот эта вероятность на самом деле переписывается вот эта вероятность. Она по теореме Вилкса эквивалентна вероятности того, что c квадрат больше, чем 2z. Примерно. Это вот Вилкс теорема. А это вероятность будет вероятность того, что c с кружочком в квадрате больше, чем 2z. Ну и остается только понять, как можно ли одну квадратичную форму, это норма одного вектора, это норма другого вектора, насколько два этих распределения близки друг к другу, это уже более-менее описывается к квадратной структуре этого вектора, которую можно аккуратно посчитать и действительно показать, что эти два вектора при определенных предположениях имеют близкую вероятность на структуру. Ну, я думаю, что... То есть у меня есть еще большое число тем, которые я подготовил, но я, может быть, только скажу последнее самое слово. А вот этот bootstrap у него можно применять для той задачи, которая до этого была, как замену адаптивным методом? Ну, вот это ровно то, что я хотел сказать, самое последнее. То есть идея, теперь возвращаясь, после того, как я объяснил, как устроен bootstrap, теперь я возвращаюсь к задаче доверительных полос или удавок, то есть принцип состоит в следующем, что вот у нас есть пары M и M0. Если мы рассматриваем множество вот этих сиф множества, и пусть у нас будет M больше M0. То, что мы хотим понять, состоит в том, действительно ли вот эти вот L тета с волной M минус L от тета с волной M0 действительно себя ведет линейно. И для того, чтобы это понять, вот эти разницы, то есть мы хотим сказать, мы хотим найти хвост распределения, вот точка M0, начиная с которой вот эти разности себя ведут линейно. И для того, чтобы это понять, нужно построить более-менее доверительный интервал вот для таких, равномерный доверительный интервал для этих множеств. А что мы делаем? Мы берем один набор данных, по нему строим одну bootstrap и по ней строим. То есть все метод, который делается, состоит в очень простой штучке. Везде приписывается вот этот кружочек. Вот везде припишем. И как только мы приписали, это значит, что мы можем много-много-много раз это генерировать. То есть мы можем получить сколько угодно реализации. Мы можем нарисовать много-много криволек и посмотреть на них глазами фактически. Или заключить их в полосу и так далее. И поэтому мы можем построить любой либо визуальный, либо алгоритмизированный метод поиска точки перегиба. То есть ключевое место состоит в том, как получить из одной выборки много-много других. И вот это то, что делают практики уже много-много лет. Но то, для чего теории, особенно неосимптотические, пока нет. И это то, чем мы планируем заниматься в ближайшее время. Может быть, я надеюсь гораздо больше из того, что я рассказал, рассказать в своем курсе. Я думаю, что я на этом месте остановлюсь. Спасибо.